Что делать, если упала и разбилась икона? Есть ли угроза плохих последствий, болезни и смерти? Смерти для тех, в доме которых произошло это досадное событие. Мне кажется, причинно-следственные отношения здесь никак не могут быть угрожающими. Нам известно, конечно, из истории России, в том числе, как богохульники и попиратели святынь, сожигатели икон, их уничтожители, и потом, в непродолжительное время, после своего злодеяния и бесчинства, бывали наказуемы, кто чем? Тяжкими болезнями, параличами, внезапной смертью, беспокоянием. Ну, это уж пути Господни для нераскаянных грешников, смерть которых, по слову царя Давида, люта, и ненавидящие праведного, пригрешат. Ну, а в случае некоторого недоразумения не вполне надежно закрепленного крючка или слабого знакомства с законами механики дома хозяина или дома хозяйки, которая икону поставила на пианино, слегка наклонив ее к стенке, не учтя сопротивления гладкой поверхности, что оно не такое уж сильное, к краю иконы поехала и упала, тогда как домохозяйка музыцировала. Конечно, это некоторая безалаберность, некоторая несовторожность. Не зря ведь в канонах церковных предусмотрено изображение священных образов только на небьющихся поверхностях, деревянной, каменной, а не на фарфоре, не на стекле. Существуют, конечно, сейчас и такие изображения, они имеются в продаже, в храмах наших, но надо понимать, что таковые не вполне соответствуют каноническим правилам и, являясь хрупкими, могут как раз сильно огорчить своего владельца вот этим разрушением образа Божьего, который, конечно же, видеть болезненно для сердца верующего, для человека, любящего Господа, или тех святых, которые изображены на иконе и вдруг предстают в виде дребезгов, осколков. Конечно, предполагать, будто Господь неуловимый мститель за неосторожность в отношении икон — дело безблагодатное и злое. Господь никому не мстит и за подлинные злодеяния, а только наставляет всех и, давая вкушать горькую расплату за грехи, помогает прийти человеку к покаянию, наказуя наказами, а смерти же не предаде, говорит царь Давид, благодаря Бога за скорби, которые он вынужден был переживать, как следствие своих грехов, в которых каялся. Но отношение разбитой иконы стоит рассуждать практично, надо ее склеить, если разбилось, если есть такая возможность. Обычно возникают проблемы с утилизацией, куда девать иконы, поврежденные, уже негодные к их употреблению, для поклонения им, которые уже не поставившего коностас, будь то это какое-то повреждение от времени, от неосторожно пролитого на них масла лампадного или, при условии, если икона была бумажная, что делать? Так вот, если икона невосстановима, тогда в храме батюшки знают, как эти уже неупотребляемые святыни не допустить до попрания. Их лучше сжечь, их иногда пускают по водам, где-то там уже омываемой водой на морском или речном дне уже не будет никакого недоразумения или переживания от попрания святыни. Мы вообще приучаемся среди быта православного быть осмотрительными к разным крестикам, иконочкам, которые иногда лепятся к месту и не к месту на упаковочной бумаге, на сумочках, на каких-то исходных, расходных материалах. Общее решение вопросов утилизации — это, конечно, зажигание. И в храмах, в каждом почти храме, я думаю, есть небольшой колодец, где на удобном металлическом дне алтарник сжигает какие-то оставшиеся даже записки после божественной службы, салфетки, которыми пользовались священники для утирания уст после их омовения, или рук. В общем, есть какой-то определенный набор тех причастных служению, поклонению Господу, материалов, а иногда и самих пришедших в негодность икон, как правило, маленьких, бумажных, которые приходится сжечь. Таким образом, есть место и для погребения этого пепла. Мы избегаем наиболее нежелательного для нас попрания святынь, даже в ее обломках, даже в ее обрывках. Таким образом и вам надлежит поступить. Если икона подлежит реставрации, возможно, ее собрать. Она хрустнула, будучи деревянной, или будучи керамической, несложным каким-то рисунком раскололась. Сейчас замечательные виды клея существуют, так что вернуть ей цельность дело будет вполне доброе и благоразумное с вашей стороны. Ну а какой урок мы должны будем вынести из этого неприятного приключения? Я думаю, что урок благовейного и благообразного утверждения своих домашних киотов надежно и благообразно. Пример всегда можно посмотреть среди изделий наших церковных мастеров, которые украшают храм, изготавливая там в том числе не как иконостас домашний, иконостас есть иконостас, это более уместное для храма собрание икон в главе с царскими вратами, отделяющими алтарь от остальной части храма. А вот в домашнем пользовании хороши красные углы с соответствующими полочками, с закрепленными на них иконами. были в дореволюционные времена очень популярны в гостиных, в опочивальнях, киоты, стоявшие на полу, деревянные, увесистые, в которых в определенных нишах располагались и иконы этого домашнего иконостаса, домашнего пользования. Так что благоразумный христианин для своего келейного использования, употребления, стремится обжиться, обзавестись писанными иконами достаточно большого размера, которыми в соответствии с окружающими возможностями его комнаты, интерьера, и осветить свое жилище, оставив в таком удобном, недосягаемом и безопасном месте свои домашние образы иконы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok